Когда у нас есть повороты, у нас же смешиваются проекции из-за спины, а это то же самое, проекции спины обычно, проекции момента при повороте. Проекция момента, была проекция момента на высоте единицы, повернули, стала совсем другая проекция, или стала суперпозиция каких-то проекций. Когда говорят о сохранении цвета, говорят, что лагранжан инварианте, лагранжан инварианте, лагранжан. Или, то есть, сохранение цвета вовсе не означает сохранение проекции при поворотах, понимаете? Да, ладно. Дальше пойдем. Дальше, значит, куда же мы пойдем? Вот включим фест-кварк, включим тоже легкий. Ну не такой легкий, конечно, как у ИД, но все равно можно считать легким. И вот это вот, появится новая симметрия, угородская и лейварная симметрия. Что касается эстетической симметрии, то она была, в общем-то, она была, понятие о ней возникло давным-давно, потому что понятие о эстетической симметрии, оно было основано... Конечно, гораздо раньше кварковой модели возникло, оно было основано на том, что протон и нейтрон имеют примерно одинаковую массу и одинаковые участвуют в сильных взаимодействиях. Вот. Да. Да. Этому мы было основано на эстетической симметрии. Понятие? А унитарная симметрия, она называлась, вот, новая симметрия, как СУ-3, она называлась еще унитарной симметрией, оно возникло уже в сравнении с летом на 60-х годах. Так, примерно одно и то же время с кварковой моделью. По существу, кварковая модель лежала в основе этой самой симметрии, но первоначально слово «кварковая» произносилось. Ну, понимаете, почему? Потому что, ну, странным... Симметрия-то была замечена в адронном мире, да, симметрия, и она формулировалась в терминах адронных состояний. А то, что вот вся эта симметрия может быть понята на языке кварков, если считать, что адронное состояние, это состояние адронных частиц, состоящих из более лентарных кварков, это как-то потом уже проникло. Ну, и как-то сначала даже как-то, наверное, Гилман, изобретатель вот этого самого восьмеричного пути, он формулировал все-таки симметрию, симметрию, унитарную симметрию на языке актетов адронных, актетов мизонов и актетов барионов. Почему актетов мы это сейчас рассмотрим? Ну, поначалу, он, наверное, упоминал с самого начала, что можно формулировать на языке кварков, но стеснялся это говорить, потому что уж больно необычные свойства у этих кварков, да? Вот заряд какой-то там, барионовый заряд дуранский, обычный заряд дуранский. Где такие кварки? Нет таких? Ну, поначалу искали эти кварки. Искали с какими зарядами, строгными. Какой простейший опыт поисков? Меликена. Опыт Меликена, да, опыт Меликена, многократно ставился, но ничего не нашли. Потом уж вот на языке квантовой хромодизайны, потом сказали, ну, не бывает в природе таких, не наблюдаются такие состояния. А почему не наблюдаются? Сначала было непонятно. Потом, когда сформулировали вот теорию квантовой хромодинамики, сказали, что вот это и есть его сильное взаимодействие, этот вопрос как бы разрешили, но на самом деле чуть-чуть задвинули поглубже, сказать, что вот есть, эта теория обеспечивает невылетание цвета или пленение цвета квантовой хромодинамики. То есть теория квантовой хромодинамики, она так устроена, что взаимодействие на малых расстояниях, как я уже говорил, оно падает, а на больших оно растет, естественно, растет. И вот взаимодействие на больших расстояниях обеспечивает невылетание цвета. Считается, что, ну, грубо говоря, потенциал на больших расстояниях вообще растет линейно. потенциал. Ну, ежели линейно растет потенциал, то, естественно, никакой энергии не хватит для того, чтобы частицы разошлись. Квартиры разошлись на бесконечность. А? Почему он линейно? Ну, на самом деле. Потому что это обеспечивает. Ну, так, есть какие-то, понимаете, это есть какие-то опосредственные указания на то, что они, что он растет линейно. С помощью вычислений вильсонских петель, с помощью решеточных вычислений. Ну, таких, понимаете, поскольку эта теория уже становится становится теорией, с большой константной связью, настоящей теорией сильных взаимодействий, то здесь что-то получить, получение каких-то точных результатов вообще невозможно. Ну, правда, вот есть решеточные вычисления. Сейчас квантовая динамика спокулирована на решетке, и благодаря развитию компьютерной техники, в общем, многие утверждения как-то можно проверить на решетке. Ну, вот, одно из них, вот, о том, как ведет себя потенциал. Вроде бы, да. Линейно-минейнский потенциал. Ну, ладно, нам пока не до этого. Значит, что нам нужно? Нам нужно теперь перестроить квалификацию, классификацию частиц, с учетом того, что вот есть еще ИС-кварк. Эти кварки тяжелые вообще, их мы пока не будем рассматривать. В принципе, с этими квалификациями, так, более-менее, результаты уже можно получить в квантовых руках динамика, поскольку, ну, это уже большие. Константы связи на таких, ну, на масштабе Велизона константы связи уже маленькая, и можно доверять как-то результатам вычислений по теории возмущения. Ну, или, суббируя эту теорию возмущения, можно пользоваться, скажем, для связанных состояний Велизонов, можно использовать нейритистской квантомеханикой. Почему можно пользоваться нейритистской квантомеханикой для описания атомового дорода? Именно благодаря молочной константы связи, потому что скорость там, в атоме водорода, какая скорость? ВЭКЦ, это альфа, ВЭКЦ альфа. ВЭКЦ маленькая, благодаря молочной константы связи. Вот. Ну вот, ну хорошо. Так, значит, про эти три кварта. Ну, если считать, опять же, сказать, что А, масса маленькая, то есть приближенная симметрия, и, значит, есть инвариантность Лагранжиана и Дениана относительно преобразований уже, ну вот, того, опять, тех же фактов, по существу преобразований, но только вот таких преобразований дали. Но только уже, когда мы описываем здесь, вот в этой сумме, уже три квартового состояния присутствуют. Три квартового состояния присутствуют. Ну, и, значит, и акценты тогда пролегают уже, вот, индексальные пролегают уже не два, не три значения, а восемь значений. Точно так же, как в световой группе, в математическом, так вот, по-трофессарным. Су-3. Но только эта поливанная, а та цветовая. Вот. Но в чём есть существенное отличие? В том, что здесь уже это высотрем. Да. Вот в чём есть существенное отличие. Значит, эта формула остаётся. Значит, эта формула остаётся, только суммирование теперь от единицы до трёх приводится. Значит, да. Теперь, вот эта вот формула для заряда, как было правильно намечено, господином Коробу. А, нет, Коробу фото написали, да, Александр Алексеевич. А это у нас селин господин Козырь. Значит, вы Мальцев Тимофей. Вы подберёзки. Подберёзков. Правильно. А вы Козырев. Хорошо. К господину Козыреву, да, его замечено. Значит, здесь двоечки я пропустил. Значит, ну, общая формула без цитата. Т3 плюс у пополам. Где смысл у, я хочу всё понять, что если у средней по мультиплекту, то средний, то это средний Т3 будет нулю. Значит, у это средний, связан со средним зарядом в мультиплекте. Но, когда рассматривали только У и Д-кварк, то у было просто равно Б, барионному заряду. А когда это соотношение, когда включается С-кварк, то это соотношение меняется. И значит, что мы должны добавить? Ну, соотношение меняется, и, как я уже говорил, для описания процессов с участием адронов, включающих, содержащих в себе С-кварк, полезно ввести вот новое фангрышно, которое назвали странность, и тогда У будет тогда Б плюс С. Тогда только тогда эта формула будет пояснила. И говорит, Б плюс С. Ну, если ещё включить сюда, рассматривать адроны с участием и С-кварков, и Б, и Т, то надо ещё добавить там, и С, и Б, и Т туда добавить ещё. Эти-кварки не участвуют, поэтому мы ограничимся этой формулой. Так, теперь, в чём отличие, существенное отличие группы С-3 от группы С-2? Как мы уже обсуждали, в группе С-2 нет необходимости рассматривать, рассматривать контр-вариантные или любые вариантные стеноры отдельно. Потому что мы можем одни в другие превращения. С помощью, ну, или по-другому говоря, сопряжённое представление, а эквивалентно прямому. А в группе С-3 это уже не так. Почему? Потому что вместо вот инвариантного тенсора εαβ, который мы имели в группе С-2, повторяю, что эти варианты тенсов связаны с инвариантностью, с унемодулярностью. Это с инвариантностью, а это с унемодулярностью. Но в группе С-3 унемодулярность это уже... Чтобы детерминат написать нам нужно 3u. У, а 2-е-стоим это бет-стоим гамма, гамма-стрих. И здесь гамма-стрих. Вот так вот пишется соотношение группе СУ3. Инвариантный тензор имеет три индекса. Это абсолютно антисимметричный тензор, альти-бет-стоим гамма проявляет значение от одного тензора. Ну, он имеет три индекса, поэтому превратить контр-вариантный тензор в ко-вариантный тензор он не может. Поэтому в группе СУ3 приходится как квалификация предоставлений совсем другая. Все представления в группе СУ2 определялись одним числом. Числом компонент синекричного тензора. И это число компонента было связано с полным эстетическим спином Т. Так что Т работал Н пополам. Ну и был только один оператор Казимира. В группе СУ2 был только один оператор Казимира, который написал, что это есть С2. С2 это есть ТА на ТА. Он родичный оператор Казимира. Вот. А в группе СУ3 ситуация другая. И есть на самом деле два оператора Казимира. Есть поворотичный оператор Казимира. Есть трилинейный оператор Казимира. И соотношение для ТА пишется. ТА. Крунционное соотношение ТА и ВС. Мы уже писали. Это то же самое, что и для цветовой, конечно, группы СИФА. ВСМ. 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 Это консольное соотношение. А что касается... Ну, значит, если мы посмотрим дальше на операторы в фундаментальном представлении, фундаментальном представлении. Когда это... То есть, размерность три натрия. Мы их обзывали ТА, да? ТА, ТВ, да? То можно взять для них антикрунционное соотношение. Антикрунционное соотношение. Ну, понятно, что если... Это тоже матрица, да? Это матрица ТРИНАТРИ. Она, конечно, выражается... Все матрицы ТРИНАТРИ, как они выражаются? Через единичную. Через единичную. И в самой матрице Т, да? Так вот, коммутатор, он, конечно, выражался только через С, или через эти самые матрицы. Для маленьких Т. Чем-то отличие Т больших от маленьких. Эти специально для фундаментального написано, а это для произвольного представления. Так вот, для фундаментального можно написать, что это есть Дельта АВ на единичную матрицу. Да? И плюс ДАВ на ТЦ. Вот можно доказать, что арганатом... Вернее, вот этот тенсор, он симметричным большим индексом. Явный вид, опять здесь, его нам не понадобится. Но, можно еще доказать, что слегка, вот по любым двум индексам равна нулю, у этого тенсора Д. А здесь вот надо еще написать коэффициент какой-то. Какой же надо написать коэффициент? Ну, надо написать так. Единица на 2 НС, наверное. Правильно? А, единица на... Почему на 2? Не на 2. Почему? Потому что, если возьмем шпуру от этого выражения, да? А мы аргантовку используем такую, что след ВРАВЬС. СТВ. РАВЬС. РАВЬС. СТВ. РАВЬС. СТВ равно... Дельта АВЬС по половому, правильно? По половому. Дельта АВЬС по половому. Так вот, теперь возьмем след справа и слева. След будет каждой из Т-матриц равне нулю. Это есть хуруя матрица. поскольку дегенеральные группы подулянтные группы, значит, и здесь, ну, вот это, ну, скургетичный магнит ЦНЦ сократится, ну, а если мы возьмем здесь АТП плюс ТВДА, то здесь двоечки не будет. Вот такое соотношение уполняется для антикоммутантера. А вот если вы вспомните, в группе СУ-2 антикоммутатор, к чему был ранен? Ну, что, если на вторую дописать, что я раненей? Что? Не понял, что вы говорите? А, все хорошо. Значит, в группе СУ-2 никакого такого члена не было, да? Не было. Потому что, ну, вот нет вот такого вот тензора, другого такого тензора симметричного, был вот только тензор ДФ, который был описан АПС. А здесь проявляется вот новый тензор. И с помощью этого тензора можно построить еще один антикоммутантерный пример. Ну, а на Амазон им не слишком понадобится, мы будем разговаривать на другом языке. Но, вы должны понимать, что если два, в замене полного момента появляются два числа, два квантовых числа, которые характеризуют представление. Каждое представление может быть автоматизовано двумя квантовыми числами. Как это понять на языке тензора, который мы использовали? А понять это, значит, можно таким образом. Теперь я повторяю, что мы не можем перевести верхние компоненты в нижние, то есть спиннеры каварианты в некаварианты, и должны рассматривать спиннеры вот такие. Фи, альфа-1, альфа-бето, а здесь вето-1, вето-у, вот так. Здесь отдельно и селитризовать отдельно по верхним компонентам и по нижним компонентам. Вот общий вид спиннера, значит, который образует неприводимое представление группы SU-3. То есть симметричный по верхним компонентам, симметричный по нижним компонентам. А что еще? Какое еще требование? Павел Сергеевич, Павел Сергеевич, что задумались? Какое еще требование? Никто не знает. Ведь кто-то уже произносил, по-моему, Александр Алексеевич произносил. А, без спуровой? Без спуровой, конечно. Без спура, ну, конечно, потому что мы же можем его упростить. Вот у нас есть инвариантный тензор. И мы можем упростить смертный с инвариантным тензором. И возьмем строчку. Этому же тензор будет в меньшей размерности, и сам себе через себя преобразующийся. Поскольку доли-дальфа-пэта – это инвариантный тензор. Поэтому, значит, для того, чтобы сделать неприводимое представление, надо сделать синектризацию по верхним отдельно по нижним индексам и сделать ее без шпурного. То есть вычислить тензор на все шпуры. Вот так. Это вот. Вот эти вот и есть два квантовых числа, которые характеризуют представление. Ну, а сколько же здесь в этом представлении независимых состояний будет? Сколько в этом представлении? Мы должны посчитать число с учетом симметрии. Сколько есть вот этих независимых компонентов в этом тензоре, да? И что же получится? А? Получится П. Вот сейчас сообрази. Одна вторая, да? П плюс один. На У плюс один. Может правильно? Может нет? Ну, сейчас КП плюс У плюс два. Ну, хорошее соотношение. Давайте проверим. Давайте проверим. Возьмем Ку равно единице, а Ку равно единице, а Ку равно единице, а Ку равно единице. Что мы тогда должны получить? Сколько компонентов мы должны получить? Сколько компонентов мы должны получить? А? Ну, это Ку и Альфа. Что это такое? Что это? Это квалковое представление. Это фундаментальное представление. Сколько у него компонентов? Три компонента. В трех состояниях может находиться. У, Д и ЕС. В трех состояниях частицы может находиться. У, Д и ЕС. Посмотрим. Значит, Ку равно единице. Это единица. А П равно единица. Это сокращается. Один плюс два – три. Ну, замечательно. Работает. Ну, значит, посмотрим на оборот. Ку равно единице, П равно. Тоже работает, да? Значит, всегда работает. По методу полной магнатической индукции. А вы должны доказать то, что в самом деле это работает, да? Ну, просто посчитать число компонентов. Вот это формула для числа состояния. В этом представлении, которое характеризует каждое представление. Вместо того, что в группе СУ-2 каждое представление характеризовалось одним числом, ну, либо это было число компонентов, либо, значит, число компонентов N, или число B, которое работает пополам, да? Здесь есть два числа. По ИКУ. Число верхних компонентов и нижних компонентов. Электричество и симметричество спинтензоров. Вот. Ну и что же за представления мы имеем? Какие же мы имеем представления? Представления, они часто пишутся, часто в качестве для того, чтобы характеризовать представления. Ну, либо пишут по ИКУ, а иногда, и даже чаще, пишут просто жирный знак. Так вот, скажем, фундаментальное представление кварковое. Вот это тройка, да? Тройка. Антикварковое, да? Три со звездой. Вот это вот, значит, антикварковое представление. Ну, а дальше какие представления? Все... Дальше представления мы можем... Это представление. Для этого... Это представление. Для него... Ему соответствует описание частицы. Состояние частиц в этом представлении характеризуется вот таким вот спинором. Спинором. Ну... Ну, компонентом спинора. Ну, как его назвать? Ну, тоже называется спинором. Трехкомпонентное спинора. Набор вот этих... Это набор вот трехчисел. Состояние частицы в этом представлении характеризуется... Набором тоже трехчисел. Но это уже... Этот набор чисел при преобразовании группы преобразуется по сопряженному представлению. Сопряженному по сравнению с этим. Ну, а как в более высоких представлениях? Как строить более высокие представления? Ну, нужно умножать... Как строится более высокие представления? Строится из произведения низших представлений. Ну, и что мы получим, скажем, из произведения Фи-Альфа на Фи-Бетта. Вот такой у нас тензор будет, да? Фи-Альфа-Бетта. Но для того, чтобы сделать представление неприводимым, надо синтризовать еще. Я пишу Фи-Альфа-Бетта вместо того, чтобы писать Фи-Альфа на Фи-Бетта. Просто пишу Фи-Альфа-Бетта. Надо синтризовать этот тензор. И сколько же у него будет компонентов? Шесть. Шесть компонентов. То есть, можно так сказать, что строить произведение 3 умножить на 3. Что тогда мы получим? Произведение. Сколько всего здесь? Это есть 9. Оно распадается на 6 плюс 3. Шесть плюс 3. Почему распадается на 6 плюс 3? Потому что, вообще-то здесь, в этом тензоре, нежели до синтризации, было 6 плюс 3. Нет, не 3. 3 со звездой. Почему 3 со звездой? Потому что до синтризации здесь было у нас 9 компонентов. Мы синтризовали отдельно и антисимтризовали, да? Но антисимметричество это можно переписать антисимметрично. Значит, можно свернуть с нашим εαββγ, да? И получить вот это представление. 3 со звездой. Значит так, 3 на 3 это 6 плюс 3 со звездой. Ну, аналогично 3 на 3. 3 сопряжённое на 3 сопряжённое. А, значит, и... Так... Значит, есть 6... 6... Ну, 3 со звездой не будем писать. Есть, конечно, 6 со звездой. А, значит, можно собряжённые не выписать. Вот это мы получили из произведений этого, да? На себя и этого на себя. Новое представление получили. 6 и 6 со звездой. А ещё новое мы получили. 3 умножим на 3 со звездой, да? Что это за тенсор? Это есть тенсор φαββ, да? φαββ, да? Вот такой тенсор, да? Сколько, опять же, 9 компонентов, да? Ну, что мы можем с ним? Эти 9 компонентов образуют приводимое представление. Как сделать из него? Разбить его на эти приводимые? Вычесть шпуру, да? Будет φαββ без шпуры. И ταββ на шпуру. ταββ на шпуру — это единичное представление, правильно? Потому что это один вариант. Значит, это есть. Это есть. А когда здесь шпуровое представление, то это есть восьмёрка, да? 8. 8 плюс 1, значит, единичное представление. То есть, есть представление восьмёрка и единичное представление, конечно. Смотри. А? Когда нолька верхняя, мы там без звёздочки пишем. Тогда только нижние звёздочки, а вот есть и нижняя. Ну, здесь и верхняя, и нижняя. Ну, что вы предлагаете писать? Ничего не нижняя. Восьмь и восемь пишут. Восемь просто восемь пишут. Вот это... Ну, понятно, что... Таких... Такие частицы... Ну, они, видите... Ну, странные. Ну, не то, чтобы странные. Не то, что они имеют квантовое число странности. Странные в том смысле, что у них квантовые числа какие дурацкие. Это дробные заряды и так далее. Нигде они в природе не наблюдаются. Такие числа... Такие частицы в этих представлениях... Что? Ну, тоже нигде в природе не наблюдаются. Нет таких частиц. Опять, если вы посмотрите, какие у них квантовые числа, опять дробные заряды. Да. Ну, уже достаточно того, что барионный заряд, например, в этом две третьих. Куда бы это годится. Да. А вот это вот хорошее представление. Восьмерка появилась. Ну, это тоже хорошее представление. Замечательное представление, да? Вот эти представления, конечно... Это представление... Синклет относительно группы. Это актет. Так вот, первое представление, которое... может соответствовать физическим частицам, известным частицам, которые... Частицы известны, они имеют, конечно, целый барионный заряд целый, и целый электрический заряд, конечно. Так вот, это вот актет появился. Восьмерка. Поэтому Биллман и назвал восьмеричный путь свой метод классификации адронов. Значит, вид, что представление, в котором много были размещены адроны, это вот актентное представление, да? Ну, и так и далее мы можем строить, можем разлагать произведение представлений на неприводимые представления. Ну, например, конечно, есть общая теория, в которой позволяет производить это разложение... Там, я не знаю, теория вообще-то... Учили вас или не учили... Кадмиену-то я вообще чувствую. Говорят... Диограммы Дынкина слышали такие слова? Ну, еще раз. А? Еще раз. Диограммы Дынкина. Ну, ладно, неважно, не будем... Не буду вам голову забивать тем, в чем я и сам-то не очень хорошо разбираюсь, и чему... Что, в общем-то, вам и не понадобится. Это вы... Простейшее представление... Произведение простейших, ну, невысоких представлений, вы можете и сами сделать вот с помощью симметаризации, да? С четвертки сексуального алфабета гамма. Ну, например, 8 на 8. 8 на 8. Кто мы получим? Кто может сразу сказать? 8 на 8. Кто мы получим? Ну, это вот сразу. Альфабета мы должны умножить на фи гамма Дынкина. Как мы можем сделать? Взяли, свернули так, свернули так. Да? Все получилось. Плюс. Единица. Правильно? Плюс. Свернули так. 8. Плюс. Свернули так. Еще 8. Плюс. Что сделали? Сделали. А? Взяли. Вот. Анки симметризовали, свернули с Эксилом, вот с этими двумя илинцами. Все получилось. А потом по низкому симметризовали. Вот. Опустили вот эти два индекса, превратили их в один нижний, да? И по низкому симметризовали. Что получилось? Какое представление? Ну, 3 снизу. 3. Когда у нас Q равно, Q равно, Q равно 0, а Q равно чего? 3. А что это такое? 0, Q плюс 2 это 4, да? Q, Q равно 0, Q плюс 2 это 4, разделить пополам на 2, а здесь 10. Это декуплет. Декуплет. Плюс 10. Правда, с облизной, да? Ну и плюс 10, конечно, еще. Правильно? Когда свернули эти с Эксилом, подняли и симметризовали поверхность. Вот плюс 10. Плюс то еще. Ну и плюс все. Все. Уже больше нельзя упрощать. Надо только симметрировать парень и симметрировать парень. Сколько будет? В P равно двойка и Q равно двойка. Что это такое будет? 2 равно двойка и Q равно двойка. А? 2 плюс 2 плюс 2. 6 пополам. 3, да? 27. 27. 27. Вот и все. Произвели разложение приводимых представлений. И так далее. В общем, все это довольно ревиальное алкемра. Вот. Ну еще с этим вы можете встретиться. А выше, я думаю, что не надо вам знать ничего. Вот так. Там производится квасфикация представлений. Так производится квасфикация представлений. А как мы можем размещать, какие, я говорил уже, какие Да. Ну, значит, вот эту восьмерку, вот эту восьмерку, мы получили просто взяв вот так, фианфа бета, правильно, да? Ну, могли бы еще по другому ее получить, эту восьмерку. Ну, вот по другому получить. Взяли бы 3 умножить на 3, вот получили бы шестерку, а потом еще бы умножили на 3, да? Вот шестерка у нас уже получилась, да? С этой восьмерки, альфа бета, да? И умножили на, вот, фи один, фи два, гамма, да? Взяли. Что у нас? Шесть на три, да? Шесть умножить на три. Что это такое? Это есть восемнадцать, да? Как она располагается восемнадцать? Ну-ка догадайтесь, как она располагается? Здесь это уже симметриста, да? Ну, это есть восемь плюс десять. Да. Восемь плюс десять. Потому что мы можем взять вот это, вот эти вот два индекса, да? И спустить вниз, да? Свернуть вот эти два индекса с эпсилом, бета, гамма, с эпсилом, бета, гамма, дельта. Тогда образуется тенцор с одной верхней компонентами, с одной внешней компонентами. Это как раз восьмерка, да? А если взять сигнализование по всем тренкам, то получим десятку. Вот, то есть, ну, вот между этими актетами, да? И этим актетом. Две большие разницы. Правильно? Почему две большие разницы? Потому что этот актет мы построили из произведения три на три со звездой, и у него барионный заряд какой? Ну, естественно. А этот актет мы построили из произведения три на три на три. И барионный заряд у него единица. То есть, на ряду с актетом, с актетом мизонов, мизонов. Вот есть как бит мизонов, и есть также актет барионов. Но также есть и декуплет барионов, да? Ну, вот то, что нас будет интересовать, это актеты и декуплет. Да, про декуплет мы только немножко скажем. Пару слов. Актеты и декуплеты нас могут интересовать. Его, правда, нужно все-таки наполнить содержанием, в первую очередь, вот этих вот визонов. Как представляется этот актет? Ну, можно, видите, этот вот фи, у него, значит, две компоненты. Это можно представлять в виде матрицы, да, поскольку у него двое есть. Можно представлять в виде матрицы. И записывать в виде матрицы. И вот его обычно записывать в таком, в таком вот виде, в виде матрицы, в которой, значит, ну... Волновые функции вот в виде. Вот видим вот какой матрицы. Сейчас я прямо напишу эту матрицу, да и скажу, напишу эту матрицу. Вот так. А потом я объясню, как она строится. Здесь напишу для актетов. Актеты, правда, есть. У нас же есть низоны. Какие вы знаете низоны? Вы? Какие знаете низоны? А? А? Все у нас колярные низоны есть, правильно? Да. Понятно, что они должны, когда мы говорим об актете низонов, то все частицы в этом актете, они же должны получаться друг из друга преобразования группы, правильно? А преобразование группы не затрагивает там, скажем, спина, правильно? Обычного спина не затрагивает. Поэтому, значит, они, все частицы должны быть одинаковыми спинками, да? Обычные спины. Поэтому можно говорить об актете псевдоскалярных визонов отдельно, и об актете векторных визонов отдельно. Ну и об актете барионов. Так вот, сначала актеты псевдоскалярных визонов. Какие мы знаем псевдоскалярные визоны? М? Пи? Пи, да? Сколько? Пи? Не знаю, три. Три пи визонов. Потом есть К визоны, да? Сколько? Четыре. Ну, четыре, да. К, да, четыре пи визоны. К плюс. К ноль. К минус. К ноль с чертой. Да? И еще какие знаки визоны? Три плюс четыре, семь. Еще чего-то не хватает. Это еще. Это еще. Правда, есть еще этот штрих визон. Правильно? Ну, в принципе, так и должно быть. Сколько всего визонов из двух кварков? Из кварков и антикварков мы построим. Три, конечно, состоят, да? Три на три, это есть девять. Но эта девятка распадается, значит, на синглентные представления не актентные. Какая-то, есть у нас на самом деле фермер, это штрих. Какая-то частица, значит, является синглетом относительно группы, какая-то актетом. А может, вовсе не так. Потому что может быть смешивание актеты с синглетом, да? Поэтому реальная частица, она может быть ни синглетом, ни актетом. И так, на самом деле, это такое смешивание синглета с актетом. Оно нелелико в серверно-скорянном секторе, но оно, в общем, стопроценно в векторном секторе. Синглентное смешивание актета с синглета. Но мы об этом пока про это забудем и напишем вот просто актет. Разместим вот эти частицы в этой матрице. А как разместим? Разместим, построим матрицу. Таким образом, матрица будет у нас состоять из индексов, из символов частиц. И вот этот спиннер будет получаться, когда для каждой частицы спиннтензор получается тогда, когда для каждой частицы соответствующий спиннтензор получится, если бы символ этой частицы замерили на единицу, остальные символы замерили на ноль. Вот так получается из этой матрицы, должен получаться наш тендензор. Ну и понятно тогда, что такое у нас ИПлюс? Что такое ИПлюс? Что это состояние ИПлюс? Конечно, это состояние, как нужно построить ИПлюс? Это состояние, которое строится из угла, адекватно, правильно? И если, наконец-то, у нас есть чертой. Вот что такое, чтобы заряд был не единиц, вот что такое ИПлюс. Значит, куда мы должны символ ИПлюса поместить? Значит, вот этот, будем считать, что это строка, это квартовый индекс, а это антиквартовый, это столбец. Значит, мы должны поместить в первую строку и во второй столбец. Вот здесь стоит ИПлюс, правильно? А здесь что будет стоять? А здесь будет стоять К-плюс. Почему К-плюс? Потому что К-плюс что заходит? У! А это сейчас стоит, правильно? Это К-плюс. Вот это К-плюс. Ну, понятно, что здесь будет стоять ИПлюс, К-плюс, да? А здесь, это диагональ, я про него не кишу, пока не кишу. Здесь К-плюс, да? Теперь, а здесь будет что стоять? Здесь что стоять? Канония, да? А здесь что стоять? Канония святой. Ну, если канония считает, что канония это есть, канония это есть D на S чертовой. D на S чертовой. А здесь антиканония. А что здесь? Здесь стоят, здесь уже есть суперпозитные частицы. Здесь стоит у нас ПИ ноль, делить на корень из двух, плюс это ноль. Ну, это, это я не знаю, это число. У меня нет, у ПИ ноля не имеет смысл сказать, писать заряд, зарядный символ здесь. Потому что если 3 и нуля, а у этой, поскольку это одна частица, то это не имеет смысла. Делить на корень из шести я напишу. А сейчас объясню почему. А здесь будет минус и ноль, делить на корень из двух. А здесь плюс это, делить на корень из шести. А здесь что будет? А здесь что будет? А здесь будет корень, минус, корень из двух третий. А здесь это, да? О, вот так я напишу. Давайте начнем. Так, что касается этих символов, кстати, все понятно, да? Вот эти, эти пи плюска, плюс, король. Вот эти символы. Ну почему? Что такое у нас, что за состояние у нас такое ПИ ноль? Что за состояние у нас такое ПИ ноль? Что за состояние? Это и есть и ноль. Это и есть лениц на корень из двух, да? У. Это булевой заряд. У с чертой, да? Плюс. Д с чертой. Плюс или минус? А? Как вы думаете? Плюс пишется. Плюс? Неправильно. Минус. Минус? Почему минус? Потому что у нас с чертой, плюс тэн, и с чертой, это вообще вариант относительно эстетических врачей. Понимаете? А минус? Ну, в самом деле, если бы мы как-то договорились, надо писать так, чтобы для каждого, ну, волновую функцию каждой частицы, то есть вот эти вот коэффициенты. Что такое для пенолевизора? Для пенолевизора? Значит, фи один один, это есть единиц на корень из двух, а фи два два, это минус единиц на корень из двух. Вот что означает. Здесь минус не оставим. Фи два два, это минус единиц на корень из двух. Правильно? Это вот и есть вот этот коэффициент, это фи один один, а этот коэффициент это фи два два. Минус единиц на корень из двух. Вот мы это и получили. Это маленько. Это маленько актетов через скалярных визодов. Маленько актетов через скалярных визодов. А что касается это. Как пишется это? Как пишется это? Состояние это? Как пишется это? Что вы должны написать? Вы должны написать какую суперпозицию состояния у, заряд 0. Поэтому я принесу суперпозицию состояния у, ширтой до тысячи, ширтой, и С с чертой. А коэффициенты этой суперпозиции как выбираются? Как выбираются коэффициенты? Наверное, я напишу так. Альфа или не так. Это есть Пи 1,1 на У, на У, ширтой. Плюс Фи 2, на ДД, ширтой. Плюс Фи 3,3 на С, С, ширтой. Это по определению. Вот это смысл у меня коэффициентов Фи. Это коэффициенты разложения в лобайском состоянии. Вот я нагрузку. И коэффициент Фи 1,1 это что такое? Это тот коэффициент, который я должен получить вот здесь. Подставить все другие стыклы кроме этого за 0, а вместо этого подставить 1. Так строится у меня по определению замориться. Значит, здесь должен стоять вот единица на корень из 6, точнее 1,1. Единица на корень из 6, это Фи 2,2. И минус корень из 2,3. Это Фи 3,3. А почему они такие? Что такое это? Что за частица? Какое у меня из-за спин? 0. Значит, вот этот коэффициент и этот должен быть одинаковым, чтобы был инвариант относительно вращения дистопичных. Да? Этот коэффициент. А этот коэффициент должен быть какой? Как он должен определяться? А? Ну-ка. А этот коэффициент должен определяться из того, чтобы это состояние было автогонально синглету. Да? А какой синглит у нас? У с чертой плюс ДД с чертой плюс СС с чертой. Вот что такое синглит. Правильно? Ну вот, как же это? Значит, этот коэффициент должен быть в два раза больше, чем этот. Этот должен быть одинаковым, а этот в два раза больше. И еще условия натерологии. Вот эти все условия определяются. Тех единиц на корень из 6. Здесь единицы на корень из 6. А здесь минус 2 единиц на корень из 6. Или это корень из 2 единиц на 3. Правильно? Вот. Значит, это состояние. Во-первых, это статический синглет, что требует равенства вот этих коэффициентов. И это есть унидавный аккет. То есть оно должно быть онтогонально. Состояние у чертой плюс ДД чертой плюс СС чертой плюс. Это обеспечивается вот этим. Тем, что этот коэффициент в два раза отрицательный знак имеет. И в два раза больше, чем этот коэффициент. Ну, если корень из 2 единиц на более 6 умножить на 2, то как раз вы получите корень из 2 3. И нормировка общая. Единиц на шею 1 шестая плюс 1 шестая плюс 2 3. Что будет? Единица. Все. Вот так строится матрица светоскалявного актета. А как строится матрица векторного актета? Ну, что мы должны сделать? Ну, это ревиальная вещь. Вместо Пи мы должны написать что? Ро. Вместо Ка что должны написать? Протонит Ро. Протонит Ро. Ну, что вы говорите? Ну, визон может быть. Да? Ка сизвездой не должен! Это же не зоны! Акты векторных визонов. Акты векторных визонов? Ну, как бы он? Ро-изонов? Ро-изонов рядом с протоном находиться. В одном предоставлении. Ну, что же, мы только что говорили. Должны быть частицы одинакового спина так же? А в эмбарионное число разное. Что это такое? Значит, здесь касса звездой просто находится. Касса звездой. Знаете такие частицы? Да-да-да. Надо чтобы знать. Есть такие частицы. Касса звездой, да? А здесь что находится? Здесь это? Ролл ноль, я имею в виду. Есть у нас частицы. Ролл ноль, говорите, я имею в виду. Ну, Ролл это триплет изотопический. Мы его уже поместили вместо Пи. Вот здесь. Он сказал Омега вместо Эта. Вместо Эта Омега. Да. Вот здесь вопрос какой-то. Я уже говорил, есть два кандидата на роль Ак-Петра. Это есть. Омега есть. Омега-мизон есть. Но есть еще химизон, да? Да. И, в общем, на самом деле в ответ входит не Омега, не Ви, а их комбинация. Потому что оказывается, что здесь есть сильное смешивание. Можно ввести такие состояния. Обозвать их. Обозвать их. Так. Обозвать Омега. Это есть косинус вектор. На В8. Сюда вот входит В8. В8. То есть векторная частица, которая... Сюда еще раз повторяю. То есть есть эта частица, которая сюда входит, в сердоскалярник, в векторный октет, она не есть физическая частица ни Ро, ни Омега. Ну, то есть на самом деле оказывается, что... Вот мы писали структуру, как состоит вот эта вот частица из состояний... Как она строится из состояний УУС-ширтой, ДД-ширтой и СС-ширтой. Вот так она строилась. Оказывается, что настоящая частица... Настоящая частица ФИ... ФИ настоящая. Это есть, оказывается... Что бы вы думали? Это есть чистая... Ну, почти что чистая. СС-ширтой. Видите? Физическая частица. ФИ. Это есть СС-ширтой просто. Почему так получается? Почему так получается? Ну, это абсурдно. Почему так? Пришли к такому выбору? Конечно, это вовсе не было очевидно. С самого начала. Полагалось, что здесь, на самом деле, стоит ОДВИГА. ФИЗИЧЕСКО ОДВИГА. Но потом показалось, что это не так. Что ФИЗИЧЕСКО ОДВИГА. Это вот такое. А ФИЗИЧЕСКО ОДВИГА. Это и есть ФИ-состояние. Состояние ФИ. А ФИЗИЧЕСКО ОДВИГА. Это и состояние ФИ. Это и есть вот такое. Единственный корень из двух. А здесь стоит У. Ну, легко догадаться. У на УС-ширтой плюс 100. Плюс Д на 1000-ширтой. Да? Почему так? Почему так? Ну, если вы сказали, что ФИ – это СС-сиртой. Да? То ОМИГА также строится однозначно. Почему? Потому что ОМИГА должно быть антагонально ФИ. Да? То есть оно не должно содержать СС-сиртой. Правильно? Да? Оно должно строиться только из У-сиртой и ДТ-сиртой. Почему здесь плюс? Потому что ОМИГА должно быть ортогонально в состоянии РОМ, который… Который есть… Из-за спины у него единица, да? А из-за спины ОМИГА – 0. Поэтому вот так он должен строиться. Всё. Вот физически… Ну, если мы сказали, что ФИ такое, то у ОМИГА – оно однозначно определяется. То есть, на самом деле, если обозначить частицу СС-глета и ОМИГА как через ОМИГА В8 и В0, то тогда физическая ОМИГА – это есть ОМИГА физическая. Симметрия, естественно, это есть… Что такое? Сами понимаете, что это есть ОМИГА В0, минус ОМИГА, минус ОМИГА, минус ОМИГА, минус ОМИГА В8. Вот так говорят, что физическая ФИ и ОМИГА – это и смешивание. Смешивание тех ФИ и ОМИГА, которые входят в ОМИГА, и СС-глета. Что, на самом деле, реализуется… Ну, поскольку симметрия у нас нарушена. Если была бы точная симметрия, то могло бы быть смешивание, если при наличии вырождения ОМИГА и СС-глета. Могло бы быть смешивание. Но, а поскольку симметрия нарушена, то, в общем, смешивание совершенно естественно. Другое дело, что вот эти… Насколько оно сильное, это смешивание, предсказать это невозможно. Это, значит, можно только экспериментально установить. А как это экспериментально установить? Экспериментально установить с помощью массовых формул, о которых не будем говорить, и с помощью ввода распада. Вот известно, что эти вот частицы, С, это же С, состояние С. Понятно, что в циркматическом датчике квантовой хромодинамики, с точки зрения квантовой хромодинамики, да? Как происходит распад состояний с С? Распад состояний… Ну, он по-кому происходит, потому что он происходит на других масштабах всё-таки, на других масштабах распад. С – это частицы, в качестве состояния более тяжёлые, и у них всё-таки более другой… По-другому выглядит взаимодействие, поскольку константное взаимодействие зависит от расстояния, и по-другому выглядят распады. Ну вот, значит, можно по модам распада восстанавливать квартую структуру частиц и по массовым формам, о которых мы ещё поговорили. И вот оказывается, что смешивание сильное в канаде… вернее, для векторных гризонов смешивание очень сильное. Ну, а где есть тут абсимдоскалярных гризонов? Оно тоже есть. Оно не такое заметное, как для векторных, но оно тоже есть. Там θ примерно, там, где-то 11 градусов, а здесь θ – это, я не знаю, сколько… 30, что ли, градусов. Можете посмотреть, сравним структуру через доскалярных… Ну вот, вот так выглядит, скажем, омега… вернее, В8 выглядит вот так вот, да? А как выглядит В0? В0 выглядит как единица на корень из трёх, и здесь просто сумма. Сумма у всех состояний. Как выглядит В0? В0 можно найти угол смешивания. Ну, он большой, очевидно. Вот он. Или ещё такое смешивание, когда финитон – это чисто эс, 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 чердое состояние, называется ещё идеальное смешивание. Идеальное смешивание. Да. Теперь. Ну, можно так же написать… Я тоже… Значит, это я оставлю вам для индивидуального творчества… Ну, думаю, что это не составит труда написать актет Барионов, да? Актет Барионов не составит труда написать… Актет Барионов… Правда, вы, может быть, и не знаете, какие Барионы туда запихивать? Какие Барионы вы знаете? Самые лёгкие, да? Барионы со спином одна, вторая, конечно, с одинаковым спином туда надо запихивать. Какие Барионы вы знаете? Наберите. Наберёте восемь Барионов? А? Ещё? Правильно. Сирпой ещё забрали. А? Ну, прячь. Надо уже восемь набрать. Протон-нейтрон всего два. Да? Лянда один. Да? Ксинь. Два. Ещё трёх не хватает. Что это такое? Синь. 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 А мы… Вы туда их и запихаете. Ладно. Теперь, раз уж я не хочу говорить про массовые формулы, да? Говорю, вот, из массовых формул можно какой-то там угол смешивания установить. А как это? Ну, надо иметь массовую формулу. Ну, конечно, если симметрия есть точная, то тогда все массы в одном представлении, все частицы представления получаются поворотом просто, да? Конечно, они должны иметь одинаковую массу. Но у нас симметрия нарушена, да? Поэтому массы разные, конечно, у всех частиц. И сами понимаете, что масса К мизона, К с звездой и масса Ро – это вовсе разные массы, правильно? Или масса П мизона и масса Эта мизона. Вообще, у меня большие разницы, правильно? Массы разные. Так, а вот хорошо бы уметь описывать эту формулу какую-то иметь, которая позволяла бы разницу массы вычислять. И вот такие формулы есть. Это, значит, первая формула называется формула Елмана Акуба. Значит, массовая формула. А как они получаются? Ну, без всяких предположений мы, конечно, ничего не сказать не можем. Надо что-то предположить о том, как нарушается симметрия. Если мы не знаем, как симметрия нарушается, ничего сказать не можем. Мы должны предположить, как нарушается симметрия. То есть, мы должны так сказать, что вот масса в огрыжании. У нас есть член, который нарушает симметрию. И сказать, сделать предположение о трансформационных свойствах этого члена. В огрыжании. В огрыжании. Ну, как этот член? Этот член нарушается симметрией. Что это означает? Что он не является синглетом относительно группы, да? Значит, что он не синглетом является, а как-то, я не знаю, входит в какое-то представление группы. Ну, какие-то, как-то преобразуется при преобразовании группы. Ну, и простейшее предположение, это то, что он преобразуется как синглет. Синглет, где же ему написали Пси с чертой Флэйвенда. Я, гираковские индексы, Пси с чертой на Пси. Это уже, про гираковские индексы я забыл, про световые забыл. Пси, это у меня только компонента из трех квадратов. УДС. Вот так. Написал Пси с чертой на Пси. Это симметрия, правильно? А если я сюда вставил матрицу какую-то, да? Сюда матрицу, цветовую, флэйвенную матрицу, то это уже не единичная. Когда здесь единичная матрица, это синглет. А когда не единичная, то это уже не синглет. Ну, простейшее предположение, что эта матрица такая, что у нее есть только компонента нижней. Такая матрица, скажем, что это есть матрица, я повторяю, что Пси, это у меня треплет. А матрица я написал, например, один, один, два. Атакую. Это нули. Си. Что это я сказал? Что я сказал, что это есть что-то добавка к массе. Это такая добавка, что масса у этого С квадка другая, чем масса у У и Д квадка. Вот что это означает. А можно и просто так, ну можно говорить на таком языке, а можно просто говорить, а давайте посчитаем, что просто вот эти, вот, написали квартовый состав уже всех этих частиц, а потом сказали, что масса С квадка другая немножко, чем у массы У и Д квадка. Масса У и Д квадка равна друг другу, а масса С квадка немножко другая. И тогда, тогда можно получить, вот, надеюсь, вы на семинаре это получите, такую формулу, которая называется формулой Геллбанра Куба. Она будет такая, вот, скажем, для всех дискалярного анкета. 4М. Такие? М в квадрат. Правда, вот, эти массовые формулы пишутся для мизонов в терминах квадратов масс, а для барионов в линейных, линейно по массе. Ну, в соответствии с тем, что для частиц С квадратов 1, 2, значит, массы входят в линейно, а для частиц С квадратов в линейно. Для частиц С квадратов для репторных в линейно. 4М. за здесь стоят. Равно. 3М в квадрате. М в квадрате. М в квадрате. Плюс М 8. Или, ну, я не знаю, я бы обозначил частицу, которую В8. М в квадрате. М в квадрате. Вот простейшая массовая формула для... Я же не наврал, не должен же я наврать в этом, на пустом месте. Вот простейшая, значит, формула, которая имеет место... Вот так вот. В квадрате. В квадрате. Мне кажется, смесь какая-то есть, у меня как бы масса в линейно. Кто такая масса в линейно? Это смесь правильная, да? Правильная. Ну, а как вы можете вычислить эту массу? Вы можете написать В8 через физическую массу. Одна масса на космус в квадрате. Одна масса на космус в квадрате. То есть карат на сену в квадрате. Отсюда и находится формула. Что за что? Формула. Нравится мне эта формула? Вот так. А сейчас погляди. Сейчас погляди. Что у нас, значит, касса с листой. Как мы это можем получить? Так. Ну то, что здесь... Вот где у нас стоит тройка. Сейчас собразим, где у нас стоит тройка. Ну, напишем ещё, что это самый... Что-то здесь пишу аккет Векта Матвизона. Чтобы наглядно было смотреть. Ну, ладно. Это есть ρ0. Делить на корень из 2. Плюс В8 на корень из 6. Здесь ρ плюс. Здесь касса звездой плюс. Здесь касса звездой 0. Так. Ладно. Не буду дальше писать. Так. Сами можете написать. Сами можете написать. Что же нам важно? Чтобы в этом соотношении было одинаковое число s квадратов. Слева и справа. Одинаковое число s квадратов. Вот в НХ. Живьём. НХ. НХ. Живьём. Ходит s квадратов. С квадратов. В ρ. Так. Значит, здесь неправильное соотношение. Здесь ρ0. Здесь ρ0. Вот это вот правильное соотношение. Так. Вот такое... Аналогично образу выклиниться отношение и для барионов. Аналогичным образом выглядит соотношение для барионов, но линейное. Его пишут линейное это соотношение. Но вместо k со звездой, как вы понимаете, входит кси, поскольку это два дублета. Вернее, k это дублет и кси это тоже дублет. Вместо ρ0. Входит кси. А, нет. Хотя, может быть, вообще нет. Ладно, не буду вас... Правильно. На самом деле, можно делать предположение только о том, что формула... что нарушается симметрия только членом с трансформационными свойствами. Вот что это за оператор? Это оператор пропорциональный у. Гиперзолиадный. Гиперзолиадный. Потому что именно гиперзолиад, это есть у, b плюс s, b. Это единичный оператор. s, вот оператор с равностью. И он отличает... Отличает этот оператор. Отличает d с квактор. Отличает он dU квактор. И вот если только предполагать, что симметрия нарушается шведом с локажами. Шведом, который имеет трансформационные свойства у. Но на самом деле для барионов формула выглядит не так просто. Она содержит две константы. Две константы. Для лизонов... Потому что для барионов прямой... Это матрица, да? Для лизонов. Видите, она получается... Она эрмитовская, да? Я же сопряжу. Потому что... У лизонов нет барионного заряда. А матрица для... Для барионов она... Она же не симметричная матрица. То есть... Ну... Не получается... Вот если матрицу взять... Собрячь... Собрячь... Как собрячь? Трансформировать и заменить частицу на античастицу. То она останется... Сама все от переходи. Для барионов, конечно, эта матрица меняет вид. Потому что у барионов есть барионное число. И поэтому... Построить из двух... Из матриц барионное... Ну или так по-другому... Есть матрица B альфа-бетика. А есть матрица B с чертой альфа-бетика. Ну... Капа-бетика. Альфа-бетика. И построить из этих матриц... Из этих двух матриц... Построить матрицу, которая прям разовывалась бы как 3-3 компонента аккета... Можно двумя способами. В отличие от того, что мы имеем место для мизонов... Когда у нас эта матрица и эта... Они не отличаются. Поэтому для... Формула для барионов... Она... Содержит... Вообще говоря... Два коэффициента... И выглядит более сложно. Ладно, не будем в это углубляться. Вряд ли это вам понадобится. Да... Это как-то уже все... Давно... Давно прошло. Это было модно на... Эта вот формула массовая... Они были модны... Когда установилась кварковая модель... Устанавливалась... Сейчас это как-то так уж... Прошлый день. Прошедший день. Поэтому не будем на нем устанавливаться. Что я еще хочу сказать... По поводу... Кварковой модели... Вот... Значит... А... Две вещи необходимо сказать... С самого начала было видно... Что кварковая модель... Она приводит к каким-то... Противоречиям... Противоречиям... Более того... Она... Она приводит к противоречиям... Если мы еще каких-то... Не введем дополнительного квантового числа... Почему? Ну давайте... Мы говорили уже, что есть декуплет барионов... Декуплет барионов... Что такое декуплет барионов? Это... У нас... Вот волновая функция... Такое имеется в виду... Альфа, Ветха, Гамма... Симметричная по всем... Альфа, Ветха, Гамма... То есть там есть состояние такое... Когда альфа равноединиться... Ветха, вектор равноединиться... Гамма равноединиться... То есть есть... Что это за состояние? Это есть состояние у-у-у-у... Вот такое состояние... Из трех... Из трех факторов. Ну и, конечно, декуплет барионов был, как найдены кандидаты в этих декуплет барионов. И, конечно, есть частицы с зарядом двойка. Ну вот, если посмотреть на эту частицу, значит, что такое? Причем, этот декуплет, кандидаты в этот декуплет, это частица со спином 3 вторых. Спином 3 вторых. Значит, у их спин 3 вторых. Ну, я же не спин 3 вторых. Есть состояние справиться с спином 3 вторых. И вот у них они из трех одинаковых кварков состоят, с одинаковыми проекциями. Но, естественно, поскольку это низшее энергетическое состояние, естественно, считают, что орбитальный момент, все орбитальные моменты равны нулю. А это значит, что вообще состояние полностью симметрично. То есть оно симметрично по флейерменным координатам, так сказать, поскольку три одинаковых флейвера по флейерменным координатам симметрично. по спиновым координатам симметрично, и по пространственным координатам симметричным, поскольку орбитальный момент равен нулю Ну, такое состояние не может быть, да? Оно противоречит принципу Какому принципу? Паулин противоречит, да? Не может такого состояния быть Так, в чем же? Ну, вот это противоречие сразу было замечено, сразу было замечено, и практически сразу был найден, предложил, выход из этого противоречия А какой выход? Ну, в общем, более-менее естественный, правда, можно по-разному его лифтой реализовать Ну, надо ввести дополнительное квантовое число, и чтобы вот по этому дополнительному квантовому числу плавать симметрия И это дополнительное квантовое число получило впоследствии название цвет Так вот, все эти, пока мы говорим, говорили вот так, только о флейверной структуре, о флейверной структуре, да? Но есть, я уже говорил, что каждый флаг, здесь, ну, здесь не так важно, а вот здесь, вот здесь здесь важно, здесь я написал состояние воздуха У каждой флага есть еще световой индекс, а это световой индекс. Мы должны написать световой индекс альфа-бетта-гатма и сделать синглент по цвету. Как синглент по цвету сделать? Свернуть сексуал альфа-бетта-гатма. И вот наделись таким образом антисимметрии полного состояния. Антисимметрии полного состояния. И это одновременно позволило как-то трактовать. Почему нет таких состояния? Почему нет таких состояния? А потому что нельзя синглент по цвету построить для такого представления. Значит, вот еще был введен такой постулат. Только синглент по цвету состояния могут реализоваться. Только синглент по цвету состояния могут реализоваться. И вот это обеспечило то, что наблюдаемые частицы, хотя в состоянии они строятся из кварков, которые имеют такие экзотические квантовые числа, заряды, барионные заряды. Требование бесцветности постоянного наблюдаемого позволило объяснить в кавычках. Требование ни на чем не было основано до появления КХД. И на чем не было основано это требование. Но тем не менее оно как-то позволило трактовать, почему нет состояния, ну или в другую плоскость перевести вот это вот требование отсутствия состояний с дробными зарядами. Это отсутствие таких состояний обеспечивается требованием и в бесследности. Не в бесследности, а в бесследности наблюдаемых состояний. Ну вот, это вот было первое основание, что ли, первая посылка к введению нового квантового числа цвета, на котором потом была построена теория взаимодействий квантового кромодина. Потом следующий вид. Обычно называют три таких источника. Три составных части марксизма. Учили, да? Вы не учили, не знаете. Бедные ребята. Ну вот, три посылки для существования цвета. Одна, это вот симметрия лодовой функции, да? Симметрия лодовой функции, которую мы обсуждали. Для того, чтобы принципам не обеспечить, нужно антисиметрию по цвету дополнительного квантового числа. Вторая посылка, это было такое вот наблюдение, такое наблюдение величины R, о которой мы еще много будем говорить, величина R, в которой есть отношение, величина R. Буква, правда, R поможет свой слов использовать. Ну вот, очень такое широкое применение этой буквы для обозначения сечения. Е плюс и минус, в адроны, к С, Е плюс и минус, мы уже по-моему говорили об этом, в Е плюс и минус. Вот это отношение. Чему же оно должно быть равно? Ну, если так наивно посчитать, ну, адроны состоят из кварков. То есть адроны это не элементарная частица, элементарными являются кварки, значит, да? И рождаются, заряд имеет, клюон заряда не имеет. Заряд имеет только, кварки только имеют заряд, да? Ну и заряд тут такой дробный. И если наивно посчитать вот это сечение верхнее, как просто сечение рождения, кварки, антиквар, сурфа, то что мы получим? Получим без учета света. Мы получим просто отношение сурфы квадратных зарядных. И что же это получим? Получим 2,9 плюс 1,9 плюс 1,9 плюс 1,9 плюс 6,9. 2,3 мы получим. 2,3. 2,3. Ну, конечно, нежели работать еще в той области энергии, где такие частицы С-кварки, В-кварки и Т-кварки не рождаются. А они родились-то в каком году С-кварк впервые обнаружили? В 74-м. В 74-м году, правильно? Да? В 74-м году. Точно. В 74-м году. Так вот, а вот это сечение измерили в районе двух ГФ, где С-кварков еще нет, они еще не рождаются. Измерили это сечение, отношение этих сечений, и получили вовсе не две этих, а получили двойку. Да? Двойку. Как можно эту двойку объяснить? Ну, очень простое объяснение, надо ввести три цвета, и надо еще и умножить на число цветов, и двойку и получится. Вот еще одно основание для введения цвета. И именно трех цветов. Трех цветов. Рэш, блух, рэн, йеллоу. Вот. Это еще часто называют, ну, всегда существо называют одним из оснований для введения цвета. Есть более такое, более изощрезное основание, которое связано с воспадом П0-мизона. Оказывается, ввести пиноль-мизон, два три числа у П0, они соответствуют дивергенции аксиального тока. То есть, можно было так вычислять диаграмму. Вот нарисовать такую диаграмму для распада пиноль-мизона. Вот тут есть дивергенция аксиального тока. Значит, есть матричная миллион, где переходы аксиального тока в кварко-антикварковое состояние. Потом эти кварко-антикварки, таким образом, они диверрируют в два фотона обычно. Эту диаграмму можно вычислить. Оказалось, что здесь есть некая аксиальная аномалия, которую можно вычислять, и таким образом вычислять ввести пиноль-мизона. И понятно, что ввести пиноль-мизона будет связано с числом квадратных состояний, поскольку происходит. Это же просто без всяких слов о диагенции аксиального тока, а аксиальной аномалии. Понятно, что если вот так вот выглядит диаграмма, вот пиноль-мизона, как переходит в кварки, а кварки аннигилизуют, ясно, что всё это будет завязано на число квадратных вот в этой петле. Ну и оказалось, что опять для того, чтобы теория согласовывалась с экспериментом, нужно, чтобы было три еще дополнительных вокруг состояний. Три цвета еще. Ваккур должен быть дополнительно находиться еще в трех состояний. Вот это вот и есть три источника цвета, да? И еще что, чтобы уж довязать с этой... Кстати, вы договорились, когда мы с вами встретимся-то? Ну, вы договорились? Обязательно по этой аудитории? А? В этой аудитории? Обязательно? Ну, а в какой? Нет, нет, и сами почему? А? В четверг? В двенадцать тридцать? Где? Ну, здесь тогда можно. Ну, замечательно. Все. Договорились. Ну, еще. Значит, что я хочу сказать. Ну, вот мы классификацию состояний подробных, ну, на основе простой кварковой модели провели, да? Что у нас мизоны состоят из кварка-антикварка. А барионы из трех кварков состоят, да? Но, конечно, есть состояния, которые, ну, не вписываются в эту модель, да? Есть, конечно, такие состояния. Они возможны. Понятно, что не все состояния могут вписаться в какую модель. Например, состояние, где же есть сами физические частицы мизона. Ну, это минус-минус, да? Это как здесь пишется спирт, а здесь пишется С-черкность, П-черкность и С-черкность, да? Вот такое состояние. Оно не может быть в обычной кварковой модели такого состояния. Почему? Потому что, шутка, вы помните, что С равно минус единица в степени, почему? С-черкность, да? 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 Если полный спин ноль, что это означает? Это означает только тогда, когда может быть полный спин, из чего он складывается? Из орбитального момента и спинного, да? Значит, l равно s должно быть для такого состояния, l равно s. А значит, если l равно s, да? А значит, c должно быть плюс, а здесь дает минус, да? Ну вот, пожалуйста, нет таких состояний. Ну, если такие состояния, которые не могут быть реализованы в простой кварковой модели, они называются экзотическими состояниями. Ну, они такое название получили, потому что считалось раньше, что их, может, вообще нет. А если такие есть состояния, то их мало. Сейчас эта экзотика поперла так, что ее трудно назвать экзотикой. Ну, потому что сейчас на экспериментах на электронно-постеронных холайдерах обнаружено семейство частиц, которые называют x-частицами, y-частицами. Это мизоны, которые образованы, в состоянии которых входят тяжелые кварки, которые, ну, никак не укладываются в эту обычную барконе модель. Либо это четырехмизонное состояние, либо какие-то молекулы. В общем, сейчас много состояний таких экзотических, и надо понимать, что, ну, понимаете, конечно, существование этих экзотических состояний ничему не противоречит. Почему они, конечно, ну, не такая простая схема, которая была построена, она совершенно простенькая. Вы понимаете, что могут быть состояния, не обязательно из двух кварков, а из четырех, не обязательно кварк-антикварка. Есть пара кварков, пара антикварков для мизонов, скажем, да, или для барионов. Не обязательно три кварков. А вот несколько лет назад, не знаю, может быть, лет пять уже, либо в трех давосовки как vítale был суммонasser относительно ситуации такого Уф-Ф-Дс-Черто, так называемое Пентапвад, что такое состояние, которое называлось тетаплюс И с массой примерно 1500 мв, такое состояние было предсказано, существование его было предсказано теоретически, был антидекуплет, было предсказано теоретически существование антидекуплета барионов. И вот одна из частиц, она должна была иметь очень маленькую ширину, и она вроде была с высокой степенью надежности обнаружена сначала в эксперименте на Японии, в эксперименте на источнике синхротронного излучения, в реакции при столкновении гамма с уклонами, был обнаружен выход вот таких пентакварков, вроде бы с высокой степенью надежности. А потом, с еще более высокой степенью надежности, закрыт. Надо сказать, что закрыт он был в экспериментах с машинами на большие энергии, а открыт опять же в ряде экспериментов, но с малыми энергиями. Ситуация до сих пор непонятна, но, как говорится, скорее мертв, чем жив, так будет сформулировано. Ситуация на сегодняшний день. Пентакварк скорее мертв, чем жив. Ладно, все это к тому, что существование барионов, существование экзотических состояний. Это, в общем-то, вы должны понимать, что, ну, ничего не противоречит, никаким принципам. Это просто означает, что природа не так просто устроена сначала. И не только простейшее состояние возможно. Ладно. Все, что ли? Вопросы есть? А где можно методичку взять? А? Методичку? Да, пока я не выложу немножечко по работающей, выложу. Хорошо? Хорошо? А если они ничему не противоречит, а зачем их пишут? Ну, понимаете, их не специально и не искали. Но если теоретически есть предсказание теоретическое, то, конечно, надо проверить, правильно ли это предсказание или нет. Понимаете? А если нет предсказания, то просто проводится эксперимент. Вот какие-то частицы метят при стукновении электронов и позитронов. Это же электронные строны коллайдера в Стэнфорде и в Кеке были. Ну, да, Бабак, детекторы Бабак в Стэнфорде и Бельге, в Кеке, в Японии. Ну, проводится эксперимент, как вылетают какие-то частицы. Вылетают частицы, но которые не вписываются в существующие модели. Вот это и называют их экзотикой. Пытаются объяснить их так-то, но в обычную модель ее не укладываются. Поэтому называют их экзотикой. Да? А вот эти экзотики рисовали, потому что потом можно будет мерить на мульттуда или какие-то соотношения рисовать, в принципе, да? Да, конечно. Можно, например. Что можно сделать? Вот, скажем, что можно сделать? Вот написали векторные экзотики и написали псевдоскалярные. Теперь теория. А вот как же у нас происходит распад? Векторные частицы распадаются на псевдоскалярные. Вот у нас, например, кровий зон распадается на пиевдоскалярные. Ну, каждая звезда распадается там на... Ну, есть. Все эти частицы распадаются. Все эти частицы векторного актива, они распадаются в два псевдоскалярные частицы. Значит, что надо сделать? Надо написать, если мы говорим, что вот у нас распад, что у нас есть симметрия. О нарушениях симметрии будем говорить потом, а до нарушениях симметрии как же мы можем... Если точная у нас симметрия, то у нас и лакринжан, который описывает распад, должен быть, должен уважать эту симметрию, да? Мы должны его... А как же у нас есть, значит, вот векторный аркет? Я напишу В. 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 В векторный аркет. Напишу В. Альфа В. Есть скалярных аркетов. П. Гамма… Гамма… Альфа В гамма… Вель sister. И П. А здесь как написано? Альфа Вель С Демси. Так вот. Вот такой должен быть распад. Мы должны из этих трёх матриц соорудить скалярно и нулярно относительно группы преобразования. Причём мы знаем, как происходит распактор. Это же относительно Лоренцевской группы. Это вектор. Мы должны построить вектор. Здесь построить вектор. То есть здесь есть индекс ещё векторный, ню. Ведь распад четырёхмерный. Как описываться с точки зрения Лоренцевской группы вот эти частицы? У них есть Лоренцевский вектор. Вектор поляризации. Если я все индексы буду писать, то я должен написать Вмю здесь. Альфа, бета, мю — это Лоренцевский индекс. А здесь тоже построить какой-то вектор. Как я его должен построить? Понятно, что здесь я должен взять производную, да, ню. Взять производную такую. И, значит, если вы крутите все индексы. Этот индекс, конечно, с этим сворачивается. А эти индексы я должен свернуть так, что можно назвать скаляром. Скаляром относительно группы. Ну, на самом деле, если у меня, ну понятно, можно так сказать, что вот эти частицы, они должны находиться в П-волне. Почему я написал вот здесь производную туда-сюда? Чтобы сделать антисимметризацию по координатам. По обычному, в обычном пространстве. Потому что они в П-волне, у них это равно единицы. Состояние должно быть антисимметрично. Значит, если я не сделал симметризацию здесь, в обычном пространстве, то я должен сделать антисимметризацию в обычном пространстве. Я должен сделать антисимметризацию тоже здесь. По эстетическим, по унитарным индексам. Ну и потом у меня остается единственная возможность, на самом деле. У меня остается такая возможность, которая у нас, она вот такая. Я могу уже в матрицах написать. Это есть, вот что это такое. Это есть full V. Это матрица, вот это матрица V. А здесь стоит V nu. У меня индекс есть. А здесь стоит D nu. А здесь стоит, опять же туда-сюда, а здесь стоит V, P, или не P, комбутатор P с P. Вот такая личина. Единственным образом я написал все распады. Ну, конечно, у меня здесь стоит какая-то константа распады, а P напишу. Вот все. Все распады, векторным эпизодом, я думаю, вы это на семьяхе сделаете, проделаете, они выражаются. Это, конечно, вовсе не связано с этой самой, с F, A, V, C, которая есть в стенсурной констанции группы. Вот все распады, векторным эпизодом, в пару псевдосхомяновых, они выражаются через одну константу. Через одну константу, да? Ну, у нас есть статическая симметрия. Позволяется из-за распад РО плюс, РО минус и РО ноль между собой. Все ширины, они должны быть одинаковые. Но здесь же ширины связаны не только РО распадов в Пи, но и ширины К распадов. Кассо-свистон распадов. И ширины распадов там, ну вот это Омега 8, что ли, или В8. Все ширины распадов связаны между собой. Вот это и есть соотношение. А вот, да? А вот, да, что-то появляется возбуждение, когда там какие-нибудь К-1400, которые то, что 0-? Вот для них тоже можно такой же ответ набрать? И тоже для них будет эта сила выполняться? Или там точность уже гораздо ниже? Точность, конечно, ниже. Точность, конечно, ниже. Но надо было набрать. Я думаю, можно. Я думаю, можно набрать. Ну а помните, какими соотношениями уже не дали и шириной? Какими? Ну, для амплитуд. Для амплитуд вот такого типа машины. Ну, можно, но видите, даже в случае. Даже в случае вот этих вот распадов. Вектор нам где-то с 2 ксертоскалявных. Здесь видите, вот здесь одна константа есть, да? А теперь, когда мы вычисляем ширину, то ширина содержит, как вы понимаете, b в кубе. b в кубе – это импульс, да? b – импульс распадающих рожденных частиц. Почему b в кубе? Ну, потому что отбитальный момент единица, да? А здесь b в степени 2l плюс 1 должно быть. Одно b. Один импульс. Откуда? С вас за объемом. И два импульса из-за того, что отбитальный момент единица. Вот b в кубе. Но b в кубе разное для нас распадов, понимаете? Поэтому, если просто наивно сказать, без вот этих вот учета поведения, да, без учета разницы в импульсах рожденных частиц, то вы получите ерунду. Только с учетом вот этой кинематики, правильной кинематики, вы получите такие более-менее хорошие соотношения. А дальше, я не знаю. Дальше в лес больше дров. Как всегда. Ну, то есть непонятно, она может им пользоваться или я пользую в возбужденном состоянии, да? Ну, если у вас нет ничего лучшего, то, как вы знаете, можно пользоваться. Думаю, что можно пользоваться так. Так, еще? Вопросы? А нужно, правда? А вот почему бы мы взяли одинаковые коэффициенты для вот этого фета в вектор и периодискаляра? Что же там? Ну, мы коэффициенты вот эти вот, мы взяли одинаковые. Вот корень из двух, более шесть. Вот это? Да я же объяснял мне. Вот почему он здесь корень из двух? Нет, нет. Почему он такой же, как в псевдосканале? Так у них лаклая структура та же самая, совершенно. Ага. Лаклая структура совершенно та же самая. Понятно. Только другое дело, что у них спин другой. А лаклая структура совершенно та же самая. Еще. Значит, в 12.30 в четверг. Да? Правильно я понимаю? Да. Это одна очень, так многоOkay! Кстати, плать bedrooms. Стоит. Вот такие. Остановинский цвет порогминг. Ж plantем уменьшился... Продолжение следует...